Сегодня в выпуске вас ждет электрокар, который заряжается за минуту, целый город от Билла Гейтса и летающие китайские машины. Поехали! Долго не думая, можно сказать, основные недостатки сегодняшних электрокаров. Первое – маленькая длительность поездок и долгая подзарядка. Для дальних путешествий они не подходят. Хотя, секундочку, компания Fisker, кстати, во главе ее бывший работник Теслы, представила твердотельный аккумулятор совсем другого уровня. Именно благодаря этой батарее их машинка пройдет до 800 км на одном заряде и зарядится меньше, чем за минуту. Звучит как-то неправдоподобно. Да и странно, как до этого раньше не догадались, ведь это в три раза дешевле. Известно, что твердотельные батареи хранят больше энергии и заряжаются быстрее, чем обычные литий-ионные аккумуляторы. Однако надо потерпеть еще годок-другой, потому что Fisker выпустит первый электромобиль с новым аккумулятором аж в 2023 году. Компания даже задумалась о том, чтобы использовать свои изобретения и в других гаджетах. Переговоры с представителями разработчиков техники уже начались. Было бы очень удобно телефон заряжать за 15 секунд. Умный город решил возвести умный Билл Гейтс. Займется этим проектом одна из его компаний Belmont Partners. 10 тысяч гектаров земли за 80 миллионов долларов где-то на отшибе Аризоны уже куплены, планы построены. И вырастет новая силиконовая долина в пустыне. Пообещали, что будет все даже круче. Технологии будут еще новее, сеть мобильной связи еще быстрее, а кататься все будут на беспилотниках. Планируется построить 80 тысяч жилых домов, торговые центры и офисы. Об инфраструктуре позаботились. Совсем рядом дорога, ведущая в Лас-Вегас. Когда именно начнется строительство? Не знает, наверное, даже сам Билл. Ну, раз мы уже затронули транспорт будущего, не могу не рассказать о последней покупке автоконцерна Gili. Стартап TerraFuji, разрабатывающий летающие автомобили, теперь будет воплощать свои идеи с Gili. К заслугам TerraFuji можно отнести сверхлегкий самолет TerraFuji Transition со складными крыльями и первый в мире летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой. Следует отметить, что после сделки в Gili произошли массовые кадровые перестановки и увеличение инженерского штата. Такую радостную новость я все-таки спорчу. Летать машины начнут, ой, как не скоро. Даже не потому, что их сложно сделать. В законодательстве Китая существуют жесткие ограничения на полеты на малых высотах. Как и на многое другое, на летающие машины надеемся посмотреть в 2020-м. На сегодня у меня все. Не забывайте ставить лайки. Свежий выпуск будет во вторник. Пока!